С 2022 года мы отмечаем юбилей писателей-натуралистов Ивана Сергеевича Соколова-Микитова и Константина Георгиевича Паустовского. Рассказы и сказки писателей любимы маленькими читателями, именно потому, что в них чувствуется любовь к природе, восхищение перед ее мудростью и красотой. И начнем мы наше знакомство с творчества Ивана Сергеевича Соколова-Микитова. 30 мая ему исполнилось бы 130 лет. У писателя много рассказов о приходе весны, о птицах и животных, об окружающей природе. И это неудивительно, потому что родился он в семье Лесничева. Рано узнал лес, полюбил, изучая его. Позже много путешествовал. В многочисленных путешествиях приобрел бесценные впечатления, подмечая все тонкости окружающего мира, перенося их в сюжет своих рассказов. Так красиво писал о природе, что в нее нельзя не влюбиться. Вместе с писателем пройдем по тропинкам любви к природе. Рассказы «Русский лес» от весны до весны. Весна в лесу, осень в лесу, зима в лесу, заячьи слезы, листопадничек перенесут нас на лесные окошки, проведут по укромным тропам, выведут к берегу ручья и расскажут о самых разных деревьях, которые растут в наших лесах. Никого не оставит равнодушным скромный на первый взгляд среднерусский лес. Невидимой жизнью наполняется он зимой, оглушает птичьими голосами весной, спасает от зноя лета и радует своей яркой и чуть печальной красотой осенью. Время года приносит в «Русский лес» свою особенную, неповторимую красоту. Осенью и зимой, весной и летом здесь идет своя жизнь. Вот под кустом притаился заяц-русак. С одной ели на другую перепрыгивают торопливые белки. Хи-хи! 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 Вот здорово! Здорово, Фрин, здорово! Был рыжим лес еще вчера, А дождик оребила, Сегодня в искрах серебра, Береза и рябина, Береза и рябина, Держит ветки на весу, Ноты песенки в лесу, Эту музыку зима Сочинила нам сама. Добрые и веселые сказки и рассказы о природе, Знакомящие с ее таинственным миром, Написанные для детей, Константином Георгиевичем Паустовским. 31 мая ему исполнилось бы 130 лет. Он родился в семье железнодорожного служащего. Семья была большая, Склонная, как сам говорил Паустовский, К занятиям искусством. В семье много пели, Играли на рояле, Любили театр, Желание все знать, Видеть, Путешествовать, Быть участником разнообразных событий, Выделилось у Паустовского Мечту о необыкновенной профессии писателя. Самым плодотворным и счастливым для него Оказалось знакомство со средней полосой России. Особенно горячо полюбил Паустовский Мещеру, Сказочно красивый край между Владимиром и Рязанью. Находил своеобразные очарования В голубых озерах, В глухих лесах И заброшенных дорогах. Наиболее известные сказки и рассказы Паустовского, Написанные для детей, Корзина с еловыми шишками, Прощание с летом, Похождение жука-носорога, Теплый хлеб, Стальное колечко, Растрепанный воробей, Заячьи лапы, Кот-ворюга, Резиновая лодка, Жильцы старого дома. Они учат любить родную природу, Быть наблюдательными, Видеть в обычном необычное И уметь фантазировать, Быть добрым, честным, Способным признать и самому Исправить свое вину. Эти важные человеческие качества Так важны в жизни. Барсучий нос. Рассказ потрясающий и трогательный. Очень интересно описана природа и сам барсук. Хотя порой кажется невероятной история, Которая с ним произошла. Рыбаки ночью жарили картошку, А зверек учуял запах, И ему захотелось тоже попробовать картошку. Однако доверчивость чуть не погубила барсука. Он обжег нос горящей пищей, Который сам потом пытался лечить в трухлявом дне. Стойное колечко. Удивительно нежно в сказке Описываются переживания маленькой девочки, Потерявшей колечко. Рюша нашла в лесу Старую еловую ветку, Ту, что ботнула в снег, Где обронила колечко. На безымянный наденешь, Будет у тебя большая радость. На указательный свет Со всеми чудесами повидаешь, А на мизинец наденешь, Небось, тоже чего-то хорошее. На среднее, Чтобы дедушка выздоровел. Весь день Варюша носила колечко на среднем пальце, Чтобы накрепко прогнать дедовскую болезнь. Варюша думала было надеть перстенек На указательный палец, Чтобы повидать белый свет Со всеми его чудесами. Но посмотрела вокруг И подумала, Нигде не может быть так хорошо, Как у нас. Это же прелесть, что такое. Не зря ведь дед Кузьма говорит, Что наша земля – истинный рай, И нету другой такой земли на белом свете. В религических рассказах Паустовского Считается рассказ «Корзина с еловыми шишками» О композиторе Греге и его музыке. Рассказ наполнен музыкой красотой И открывает перед нами то прекрасное, Чем должен жить человек. В Тарусе с 1991 года ежегодно проводится праздник Константина Героргиевича Паустовского, День его рождения – 31 мая. Почитатели таланта писателя Приносят на могилу святы И корзину с еловыми шишками. Продолжение следует... ... ... Продолжение следует...